Салют, комрады! У микрофона маловары, наша компания за Русь моде Гойда для Хёрзов Айрон 4 продолжается. Обновления на мод прилетают крайне часто, однако он пока что находится в альфа-версии. И как раз-таки одна из таких обнов немного сломала мою партию, поэтому пришлось переигрывать до того самого момента, на котором мы закончили в прошлой серии. Волхвы на Дунайской Руси имеют статус лучших советников, лучших учёных и опять же лучших воинов. Их влияние превосходит влияние всей армии вместе взятой. И сейчас они предлагают взять власть над Дунаем в свои руки. Что ж, если мы грезим о взятии Гипербореи и установлении верховной власти волхвов от Дуная до Зоамурья, то пожалуй нам стоит согласиться с предложением. Получается, травомысл у нас становится лидером всех партий. И нас с вами также ждёт неплохой бонус на скорость исследований. Итак, первый на Дунае съезд партии волхвов объявляется открытым. Кстати говоря, травомысл Нейросетович выглядит вполне себе неплохо. Итак, у нас с вами есть небольшая проблема, нужно избавиться от довольно неприятного дебафа по восстановлению экономики. Но этим мы с вами, я думаю, займёмся уже в начале непосредственно самой смуты русов. Что ж, волхвы медленно укрепляются и укореняются в новом государстве. Пожалуй, это будет довольно интересный симбиоз, в которых основные ударные отряды будут составлять богатыри, а волхвы будут эдакими управленцами. Всё мы прекрасно знаем, что все параллельные русы произошли от Сергеев. И травомысл Сергеевич не был исключением. Когда-то его предки рвались в бой верхом на массивных динозаврах. Возможно, именно они переняли участие в битве за тот самый золотой обоз, недалеко от границ Байкала. Нашли годы и сейчас тампируют ящеры, оскверняя своим зловонным присутствием водицу ледяную. Значит, решено. На Дунае наши амбиции не остановятся. Мы отправимся на восток и напомним нашим братьям о угрозе зеленокожих. Помимо этого, нам нужно следить за орденом ящеров-крестоносцев на севере. Да, пока что это исключительно головная боль Священной Империи и поляков. Но с каждым годом положения дел на берестяных картах неуклонно меняются. И вот пришла пора заморить через Ламора. Первые дружины русов уже собрались на границу, ожидая атаки. Многие из наших братьев добровольно вставали под наши знамена, понимая, что угроза ящеров куда более ощутима, нежели о ней говорили. Сквозь века мы промчались к псевдо-столице русов и одним махом взяли её. Наконец-то мы вновь едины, чего не сказать о других народах. Вот она, самая настоящая житница Дуная, теперь полностью под нашим контролем. Но теперь у нас есть только два варианта. Минск наш, либо же Крым наш. Первый вариант это, так сказать, прорубить окно к Смоленску, а второй больше подойдёт для торговли с той же самой Византией. Да, у греко-русского царства достаточно много тканей животворящих. Самое то, чтобы подлатать наших братьев-русов. Значит решено и нас с вами ждёт очередной выбор без выбора. Кажется, нашим противникам в ближайшем обозримом будущем придётся латать дыру в сундуке. Если вы, конечно, понимаете о чём я. И ещё непонятно, что страшнее тот самый злопаучный зажим яйцами. Или, скажем так, куда более грубая работа. Тем временем у нас тут с вами выходит погулять обновлённые дивизии богатырей, да пока 12-я ширина фронта. Но для наших целей, думаю, вполне сойдут. Ладненько, пора показать печеняхам окаянным, что наш меч всё-таки острее пера. Надо бы немного подразобраться с решениями, но, пожалуй, в ближайшее время мы начнём повышать призыв. Хотя повысить желание войны среди русов было бы неплохо. Друзья, а что если я скажу вам о том, что в отечественном геймдеве есть довольно много годных игр? В частности, проект нашего соотечественника Станислава Кордонского. Иван Грозный, первый царь, под издательством Hobby World получился довольно крепким евро. Мы будем играть за претендующих на власть сразу после Ивана Грозного бояр. Игра охватывает временной промежуток, конечно, целых 30 лет. Это не только проект с акцентом на контроль территории и выстраивание грамотной экономики, но и механически очень продуманный геймплей, которым мы добиваемся милости государя. Как всегда, успеть везде не получится, и нам придётся выбирать, куда же поставить наших дворян для того, чтобы выходить максимально эффективно. Лично я считаю, что проект просто обязан стать вашей первой евро-настолкой, если вы до этого не играли. Был прям очень приятно удивлён и однозначно рекомендую. Ссылки, как обычно, в описании. Ну что, друзья мои, самое время сообщить о том, что я объявляю Гойду. Официально, без всяких там регистраций и голубиной почты. Мы тесним басурманов аж под самый Херсон. И в ближайшее время при помощи секретной техники зажима яйцами планируем овладеть Керченским проливом. На Донецком фронте 5-я дивизия мобилы Рюриковича прорывает оборону Супостата. Совсем скоро Ростов и Ставрополь перейдут по владения русов. Однако сперва нам нужно ликвидировать угрозу со стороны Зевастополя. Вообще, я думаю, что мы с вами вполне могли бы начать поход на Белую Русь, но давайте сперва пополним припасы. Удалось реализовать небольшое окружение близ Курска и Харькова. И теперь часть печенежских дивизий находится под плотным огнём наших лучников. В то же время, несколько подразделений-богатырей пытаются пробиться к Волгограду. А под Краснодаром нам заботствует успех, и в результате боевых действий несколько дивизий противника оказались полностью уничтожены. У печенегов много брешей в обороне. Нам остаётся лишь продолжать позиционное наступление. Давайте закроем историю современных Волхвов, и дальше нас ждут куда более серьёзные вызовы. Да, я думаю, что этот котёл под Харьковом на 4 дивизии будет последним крупным котлом, который нам удалось реализовать до капитуляции. По-моему, адепты Древолюба устраивают самый настоящий хардбас на Донбассе. Мне кажется, что какой-нибудь жирик Дречиславович просто и со вкусом сказал бы, что это Россия. Да, то, что написано на бересте пером, не вырубить даже печенежским топором. И тут создатели древних русов реально шарят за базу. План по прострелу сундука одной из сильнейших европейских империй мы определённо одобряем. А нет, кажется, нас с вами ждёт ещё целая масса микрокотлов. Во всяком случае, после такой столь серьёзной угрозы, а также непосредственной попытки взять Волгоград, кочевники окончательно рассыпались, и русы заняли эти земли. Но, как говорится, кому война, а кому мать ратна. Стоит взять небольшую передышку и подготовиться к атаке на Белую Русь. Также русы, разумеется, решили провести очередное собрание и подготовиться к развалу Священной Римской империи. Пожалуй, слишком много русов в очередной раз отправились на войну, поэтому самое время стабилизировать ситуацию и подготовиться к новым ратным подвигам. Благо, наш следующий поход был не столь лихим, и мы в кратчайшие сроки объявили о своей победе. Итак, через 42 дня от великого сожжения Масленицы мы начнём битву за Москву. Надо сказать, что дальше будет не так просто, поэтому нужно переводить экономику на военные рельсы. Но, сами понимаете, нужно, чтобы было что переводить. Кстати говоря, у нас практически готовы новые авиакрылья, но, к сожалению, мы не можем ввести шаблон в эксплуатацию. Увы, но приходится вновь выбирать экономика или господство в воздухе. Но пока наш древолюб соображал, верные дел русы готовились к повышению призыва. Нам нужна профессиональная армия, все, кто могут держать в руках оружие, должны быть отправлены под ружьё. Что же касается дела родного, то покаместь наши успехи по большей части локальные. Так мало-помалу мы подъедаем по одной дивизии, сокращая вражеский натиск. Сейчас самое главное уравнять численное превосходство и развернуть новые дивизии. Увы, но пока что наши резервы не столь многочисленны. Но уже к началу нового года более 80 тысяч русов ждали своего часа. Всё больше дружин вставали под стяги Солнца и Дуная. От этой победы зависело многое. В частности, мы наконец-то откроем путь к гипербореи. Если же говорить об общем положении дел, то пока что мы уверенно теснем противника. Однако то по большей части лишь локальные успехи. Для того, чтобы кардинально изменить ход событий, русам нужно сформировать новую армию. И кажется, благодаря поддержке местных торговцев мы наконец-таки сможем открыть новые производства. Борьба с инфляцией положительно скажется на курсе рубля, а всё больше средств из казны будут тратиться на нужды ополчения. Ну и конечно же стоит развивать наши столичные области, не забывая платить десятинушку церкви. Мы также думаем, что было бы неплохо вести регулярные армейские учения. Какие-нибудь битвы богатырей 402 года — это сотворение Сварога. Поясный момент у противника по-прежнему численное преимущество, но мы должны начать битву за Воронеж. План был строго, изящен и блестяще приведён в исполнение. И образовался прямо-таки приличный котёл. Тем временем под Пензой тоже готовилась крупная компания, и вот три дивизии неприятеля оказались уничтожены. Разворачиваем новые необстрелянные дивизии воробушков, однако мы постараемся не бросать их в прямое столкновение и будем использовать для того, чтобы держать фронт. Хотя на некоторых участках боевого соприкосновения нам всё же приходится задействовать их. Хорошая новость, нам наконец-таки удалось стилизировать котёл под Воронежем, однако две наши дивизии также попали в окружение. Так что все, кто находился в непосредственной близости от окружения, тут же отправились на северо-восток. Продолжаются ожитосённые бои под Пензой. Кажется, ещё немного, и мы будем готовы вести сражения по всей линии фронта. Ежели честно, и то я не ожидал столь серьёзного сопротивления от московских русов. Но как бы то ни было, потихонечку двигаемся, особенно в этой лесополке, получается делать прямо-таки какой-то врум-врум. Возможно, враг просто не ожидал нападения с этой стороны. Однако на что он надеялся, Курский вокзал под нашим контролем, как и местное снабжение. Да и резервы противника как будто бы тают на глазах. Готовятся свежие резервы, и в ближайшее время мы, наверное, сможем выпустить ещё немного богатырей. Правда, возможно, именно сейчас нам стоит подумать о том, чтобы не тратить так много резервов. С другой стороны, сами понимаете, третью армию было бы неплохо укомплектовать. Пришла пора перейти к самой настоящей экономике Мочепила. План экономной экономики будет приведён в исполнение в самое ближайшее время, ну а мы тем временем начинаем прожимать автоматический план славянского зажима яйцами всего и всея. И по традиции, как только нам удалось реализовать великое множество котлов, противник капитулировал. Эх, лучше бы всё-таки русы были не против ящерок. Следующий шаг нашей полномасштабной атаки и последняя ступень на пути к приобретению гипербореи это разборки с местными князьями. Но тут, как говорится, сперва отправляемся в Новгород, это там, как получится. Не, ну после противостояния с Москвой звучит как совсем ничего сложного. Я думаю, если когда-нибудь в Москве появятся фокусы на расширение, это реально будет одна из зомбовых стран. И так пока что ничто и никто не может остановить Дунайскую Русь победоносной поступью, вступающей на помощь гражданам всея гипербореи. За Асгард, братья, не убоимся поборников Великой Тартарии. Эти русы уже давным-давно отвергли веру и пали в цепкие объятия зеленокожих ящериц. К несчастью для них, мы разобрались с проблемами насущными. И даже без помощи водицы Байкальской, готовой сеять смоту смерти разрушения. Ох, ну натурально, пожалуй, самое сложное в этом противостоянии, это полное, либо частичное отсутствие снабжения. Нам приходилось прокладывать новые дороги и хабы. И уже к 403-му гиперборею хлынули торговцы. Так, ну ладненько, первая русская штука сойдет с нашего промышленного концерна уже совсем скоро. К тому же мы можем начать производство новейшей артиллерии. Так что, сами понимаете, скучно точно не будет. Нет, ну в общем-то план такой. Ближайшие пару месяцев пытаемся пробиться к Кабакану, побудно закрывая котлы, которые насерили. Задерживаться надолго в этих ваших гиперборейских утихах я что-то совсем не желаю, поэтому пойдем по железке. Если бы ящеры были хоть немного умнее древа, который любил древолюб, они бы хотя бы немного снабжения настроили. Вообще, надо бы переименовать наше государство в какое-нибудь древокурье. С каким-нибудь национальным духом, направленный на мир и дружелюбие, ведь мы такие дружелюбные. 403-й год на дворе, даже ни одна ящерица не пострадала. Но, видимо, все-таки наступил этот ваш последний день гипербореи. Зараза, я совсем забыл, что нам с вами еще и Великую Тартарию нужно капитулировать. Не, ну тут какой-то прямо-таки трэш со снабжением. Вроде бы долго строили, немного продвинулись, и опять его не хватает. Надеюсь, филиал Михуё на Йоге поможет нам разобраться с этой угрозой, ведь их проект Zainless RusZero уже готов к выходу. Так, но вроде бы соединились с любителями покрутить акулу. Кое-где даже начинаем завыкрывать небольшие смежные котлы, и, в общем-то, радует, что хотя бы продвигаемся. И да, удивительно, что ящеры воевали с Поднебесной Русью так долго, а тут пришли мы и уже почти половину победных очков забрали. Так, ну давайте, ребятушки, со щитом или на щите? Кто убьет больше всех ящериц, получит воду из Байкала. Мне кажется, на фоне тотальной нехватки снабжения, квест более чем уникальный. Так, ну в общем-то, неплохо получилось, и ныне мы с вами стали уже той самой гипербореей, а Поднебесная Русья нас почему-то более не любит. Прошло около четырех лет с момента победы над ящерами и кибербореей. Наша славная держава наконец-таки получила довольно-таки приятные границы. Ящеры повержены, русы празднуют победу, а профессор Багиров готов написать новую историю, воспетую на века. Я тут еще немного за кадром поиграл, и получились вот такие вот довольно любопытные границы. Если вы хотите продолжения с захватом Финляндии, местной Римской империи и поднебесного Китая, то, пожалуйста, поставьте этому видео хотя бы 500 луксов. А так, я вообще в ближайшее время планирую залететь в Африкандаун, или, возможно, показать вам кое-что новенькое во вселенной метро. Как бы то ни было, ставьте лайки, пишите комментарии, и не забывайте залетать в наш ламповый дискорд и вкладку сообществ. Я уже по традиции всех обнял. До новых встреч, пока, ребята!